Здравствуйте, друзья! Немецкий автоконцерн BMW вслед за Volkswagen столкнулся с серьезными финансовыми трудностями в третьем квартале 2024 года. Как сообщила компания в среду, чистая прибыль за этот период сократилась на внушительные 61%, что оказалось значительно ниже ожиданий аналитиков. Основными факторами, вызвавшими спад, стало резкое сокращение продаж в Китае и проблемы с тормозной системой, которые вынудили компанию организовать один из самых масштабных отзывов за всю историю BMW. Под новую отзывную кампанию попали полтора миллиона автомобилей по всему миру, и это действительно беспрецедентная цифра. В результате акции BMW достигли самого низкого уровня за более чем два с половиной года. Но давайте обо всем по порядку. Китай – крупнейший мировой рынок для немецких производителей, и в том числе для BMW, показал самое значительное падение продаж. Это стало серьезной проблемой для компании, поскольку Китай на протяжении многих лет был основным источником роста для европейских автопроизводителей. Экономический спад и снижение покупательской способности в Китае подорвали спрос на премиальные автомобили, о чем я говорил в недавнем выпуске, связанном с проблемами у Mercedes, что особенно сильно сказалось на продажах BMW, что видно на этом слайде, взятом из официального отчета BMW. В третьем квартале немцы смогли отгрузить 540 881 автомобиль, что на 13% меньше аналогичного периода прошлого года. В общей сложности за три квартала 2024 года компания реализовала 1 754 157 машин, что на 4,5% меньше за аналогичный период прошлого года. А самый большой спад продаж наблюдается у Rolls-Royce в 12,8%. Кроме Китая, экономические сложности и инфляционные риски также оказали негативное влияние на рынки Европы и США. Однако компания продолжает оставаться в позитивном настроении. Несмотря на трудности, генеральный директор BMW Оливер Типсе подчеркнул, что у компании сильные позиции в Соединенных Штатах. BMW располагает крупнейшим производственным комплексом в Спартанбурге, Южная Каролина, а также сетью из 30 объектов по всей стране. Это предоставляет компании возможность гибко реагировать на возможные изменения в политике тарифов. Вторым серьезным фактором, повлиявшим на показатели BMW, стал масштабный отзыв автомобилей из-за неисправности тормозной системы. Компании пришлось отозвать полтора миллиона автомобилей из-за дефекта, связанного с системой торможения, поставляемой компанией Continental. Проблема была выявлена на нескольких моделях, и BMW пришлось оперативно организовать замену неисправных деталей. Хотя компания уже начала активные действия по замене компонентов, этот отзыв негативно отразился на финансовых показателях BMW, особенно на американском рынке, где отзыв повлиял на поставки и увеличил издержки. BMW планирует завершить процесс замены дефектных тормозных систем к концу года, что позволит сократить влияние этой проблемы на дальнейшие финансовые результаты. Пресс-релизе компании отметила, что большинство автомобилей, находящихся на складе, будут доставлены клиентам с исправленными деталями в ближайшие месяцы. А вот светлой стороной отчета стал рост электромобилей. Продажи электрокаров BMW продолжают расти впечатляющими темпами, что подчеркивает приверженность компании к стратегическому переходу на более экологические автомобили. За первые 9 месяцев 2024 года продажи полностью электрических автомобилей BMW выросли на 19,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя в 294 054 единицы. Особенно успешно развивается бренд Мини, который продемонстрировал увеличение продажи электромобилей на 54,3%, и это только в третьем квартале, что свидетельствует о высоком интересе покупателей к экологически чистым моделям. В Европе, несмотря на общие сложности, BMW удалось увеличить продажи на 7,6% за 9 последних месяцев, благодаря сильному спросу на рынках Испании, Великобритании, Франции и Италии. Оливер Типсе в своем выступлении подчеркнул уверенность компании в достижении годовых целей, несмотря на текущие финансовые и операционные вызовы. По его словам, BMW продолжает инвестировать новые модели и технологии, которые станут основой для будущего роста компании. В долгосрочной перспективе BMW стремится укрепить свои позиции на мировом рынке, расширяя линейку электромобилей и наращивая их производство. А мы будем за этим следить. На ежегодной выставке SEMA Toyota представила еще один увлекательный концепт под названием Toyota RAV-X. Это радикально переработанный и агрессивный вариант популярного кроссовера RAV-4, созданного компанией Service Parts, находящийся в США. Это подразделение Toyota, занимающееся разработкой дополнительных аксессуаров и улучшений. Как говорят в компании, Toyota RAV-X это гораздо больше, чем просто концепт. Дизайнеры и инженеры уделили особое внимание экстерьеру, чтобы визуально подчеркнуть внедорожные амбиции модели. Автомобиль получил мощные расширенные колесные арки, массивные шины 265х65 R17 на кованых алюминиевых дисках. Кузов дополнен усиленными бамперами с защитными пластинами, что улучшает углы въезда и съезда, а также есть уникальный капот с вентиляцией, который способствует лучшему охлаждению двигателя, особенно в условиях интенсивной работы. В конструкции также предусмотрены усиленные воздухозаборники и дополнительное освещение в виде светодиодных фар, чтобы кроссовер был максимально подготовлен к ночным поездкам по бездорожью. В задней части кузова установлен крупный спойлер, создающий дополнительную прижимную силу, что повышает устойчивость на высоких скоростях. Двойные высоко расположенные выхлопные трубы завершают внедорожный облик. Основное внимание при создании Toyota RAV-X уделялось шасси и подвески. В отличие от стандартного RAV-4, этот концепт имеет подвеску с увеличенным ходом и оснащен полностью регулируемыми 2,5-дюймовыми амортизаторами с внутренним байпасом. Спереди добавлены передние внешние резервуары, а сзади – резервуары типа пигибэк, что позволяет подвеске выдерживать высокие нагрузки и обеспечивает максимальную амортизацию на сложных участках. Концепт получил кованые алюминиевые нижние рычаги спереди и верхние опоры сзади, что повышает прочность и устойчивость при ударах и прыжках. Благодаря таким доработкам подвеска не только увеличивает ход, но и получила двухдюймовый лифт, что позволяет автомобилю преодолевать глубокие ямы и другие препятствия на пути. Ширина колеи увеличена на 160 мм, благодаря чему машина выглядит не только шире, но и более устойчивой. В основе RAV-X лежит платформа гибридного RAV-4. Toyota добавила к стандартному гибридному двигателю уникальный воздухозаборник с подачей воздуха под давлением, что обеспечивает лучшее охлаждение и увеличение притока воздуха для двигателя. Такие изменения были сделаны, чтобы гибридный двигатель мог работать на максимальной мощности даже в условиях высокой нагрузки. Самое интересное в этом всем, что Toyota будет тщательно анализировать реакцию публики на RAV-X, чтобы понять, есть ли реальный спрос на такие автомобили, и возможно в будущем мы увидим серийный вариант такого проекта. Компания Mercedes официально запустила пиар-компанию нового CLA. Это будет первый автомобиль, построенный на революционной платформе MMA, о чем рассказал в недавнем видео генеральный директор компании Ola Kalenius. Экстерьер нового CLA продолжает традиции марки, акцентируя внимание на спортивном и элегантном дизайне. CLA сочетает в себе форму купе с практичностью и просторностью седана. Одна из особенностей новинки – это безрамочные двери, а также огромная панорамная крыша, которая обеспечивает много светом и создает ощущение простора и воздушности в салоне. Фары с характерными дневными ходовыми огнями в виде звезд также стали изюминкой нового CLA, что понравится далеко не всем, так что к внешности новинки будут определенные вопросы. Mercedes известен своим стремлением внедрять инновации, и CLA не стал исключением. Хотя в видео нам не показали весь интерьер, Kalenius продемонстрировал новую систему голосового управления, работающую на основе искусственного интеллекта. Этот ассистент станет частью Mercedes-Benz OS – новой операционной системы, которая дебютирует именно на CLA. Кроме того, Mercedes обещает, что CLA будет оснащен всеми цифровыми функциями, о которых вы только можете подумать. Этот автомобиль станет настоящим технологическим центром на колесах, предлагая множество возможностей для интеграции со смартфонами, поддерживая мультимедийные функции и обеспечивая бесшовное взаимодействие между всеми устройствами. Одним из самых впечатляющих аспектов нового CLA станет его электрическая платформа, разработанная с использованием передовых технологий. Автомобиль получит в свое распоряжение двухступенчатую трансмиссию, что является уникальной особенностью для электромобилей такого класса. Двухступенчатая трансмиссия позволит CLA оптимизировать потребление энергии и обеспечить высокую экономичность, особенно при движении на высоких скоростях. Еще одно важное преимущество – поддержка быстрой зарядки благодаря 800-вольтовой архитектуре. Это позволит CLA заряжаться быстрее, чем большинству электромобилей на рынке. С максимальной скоростью зарядки в 250 кВт автомобиль сможет пополнить запас хода на 400 км всего за 15 минут. Это особенно удобно для дальних поездок. Напомню, что ранее представленный концепт CLA демонстрировал запас хода свыше 750 км и был оснащен электродвигателем мощностью в 235 лошадиных сил. Хотя точные характеристики серийной версии пока не объявлены, но можно ожидать, что Mercedes предложит несколько комплектаций с различными уровнями мощности и попытается приблизиться к показателям концепта в запасе хода. Интересно, что Mercedes не ограничился исключительно электрической версией CLA. В дополнение к электромобилю компания предложит гибридную версию, которая сочетает в себе экономичность электрического привода и мощность двигателя внутреннего сгорания. Гибридная версия будет оснащена двухлитровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, разработанным в партнерстве с китайской компанией GILI, с которой Mercedes активно сотрудничает. Гибридная версия станет идеальным выбором для тех, кто хочет перейти на более экологическое транспортное средство, но при этом не готов полностью отказаться от традиционного двигателя. Пока это все, что известно о новинке, но в ближайшее время Mercedes обещает раскрыть еще порцию информации о новинке, а мы будем за этим следить. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот ролик, надеюсь, что вам было интересно и напоминаю, чтобы не пропускать наши новые видео, рекомендую подписаться на канал, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok